привет друзья сегодня мы с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег вот крайнее видео который я выкладывал по поводу обработки клещей на него стало поступать очень много отзывов очень много вопросов по поводу того чтобы олег назови пожалуйста какими препаратами ты пользуешься ну как вам сказать здесь не имеет смысла называть какие-то конкретные препараты потому что ну в связи с тем что сейчас очень много поделок делать это первое второе все препараты они имеют какую-то ограниченную скажем так зону действия то есть положим если в кемеровской области работает именно на наших вещей там один препарат то где-то в новосибирске другой препарат если говори рим хорошо другие препараты работают вдруг других то есть они работают территориально клещи это такие сволочи на самом деле что именно как тараканы в общем начинаешь их кровь травить дихлофосом да они приспосабливаются там наиболее сильнейшие выживают и уже размножается именно та популяция которая имеет скажем так устойчивость к данному препарату поэтому то что работает у нас не работает там поэтому я всем рекомендую обрабатывать всеобщем полностью комплекс мир как вот я уже сказал что я вот и использовал как бы капли да ну барс казалось бы капли они тоже имеют ввиду разную ценовую по категорию да ну не могу сказать что я прям супер дорогие какие-то капли использовал именно барс я использовал увидите вот эффекта не должного не поимели то есть как бы там после первого посещения тайги сразу же я собаки снял буквально там где-то около 40 клещей дальше я вот казалось бы дешевое средство до купил у нас есть магазин такой fix price называется там противоклещевое средство для человека для человека именно противоклещевое средство я обработал ошейник собаки но естественно не на собаки я обрабатывал а именно ошейник вынес за территорию в вольера скажем так обработал там и уже после того как он проветрился я ну как рекомендовано на самой упаковке было написано так я сделал то есть обработал где-то через 15 минут примерно уже он выветрился там скажем этот и отдел на собаку после такой обработки клещей замечено не было потом было приобретено еще спрей тоже собачий тоже барс кстати тоже барс вот и вот этим вот именно спреем барс по технологии как нужно было пробрызгать собаку против шерсти значит потом 15 минут значит как бы выждать и взять пуходерку равномерно распределить по покрову ширости вроде как защиты такой хватает на две недели тоже кстати да сработала эта штука но помимо этого я еще взял этот именно барс спрей и про брызгал полностью всю подстилку собак то есть они у нас в вольере собаки спят как бы на сене вот вот это сено было пробрызгана но естественно тоже в тот момент когда собаки не находились там вольере вот то есть их они были удалены из вольера было пробрызгана всю эту как вечеру обратно они были заселены что герда моя хорошая вот собака у нас значит тренировка проходит собачка прибежала с тренировки вот так что друзья мои не пользуйтесь то есть нужно конкретно узнавать какое какое средство работает именно в вашем регионе вот а вообще честно говоря я пришел к выводу того что в принципе нужно делать комплекс мер то есть это капли дальше спрей обработка подстилки и обработка именно ошейника скота в котором ходит собака и вот это вот уже работает так что друзья мои обрабатывайте свое животное ходите в лес обязательно в лес ходите потому что собака чувствует себя посмотрите какая довольна у нас собачка сейчас вон она радостная счастливая довольная хотя ехали сюда и вот нашу собачку немножко подташнивает машине поэтому мы постараемся достаточно часто вывозить ее чтобы она привыкала потихонечку вот но чувствует себя хорошо и так друзья обрабатывайте животное свое заслужите доверие заслужить уважение вас все получено с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо спасибо спасибо